В прямом эфире вечерний выпуск новостей. Меня зовут Виктория Зеленская. Здравствуйте. И вот о чем расскажу сегодня. Здоровье и жизнь миллионов людей. Суррогат у нас даже в красивой упаковке не пройдет. На Кубани начнут действовать рабочие группы по выявлению контрафактного алкоголя. Хотелось бы, конечно, уже в полную мощь, чтобы мост заработал побыстрее. Движение по Явлановскому мосту открыли больше недели назад. Как обстоят дела с движением? Выбор за тобой. Здоровый образ жизни – это здорово, это замечательно. Как в краевой столице прошел фестиваль ко дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств? Я очень рада, что все-таки поступила сюда. А кубанские абитуриенты уже определились в будущей профессии. Какие специальности выбирают? Учебному центру кубанского казачьего войска Кубани исполнился год. За это время обучение там прошли немало казаков и бойцов, которые теперь принимают участие в специальной военной операции. Поздравить их в станицу Раевскую приехала народная артистка России Надежда Бабкина. На полигоне ее встречал и наш корреспондент Виталий Молчанов. Ровно год исполняется со дня создания специального учебного центра кубанского казачьего войска Кубань. И здесь, в форте Раевском, недалеко от одноименной станицы, которая находится в 20 километрах от Новороссийска, отмечают это событие. В торжестве участие принимают делегации казачьих отделов муниципальных образований Краснодарского края, родственники тех, кто обучаются в этом центре и участвуют в специальной военной операции. Поздравить кубанский учебный центр приехала и Надежда Бабкина. Народную артистку России встретили по-казачьи. Мы желаем приветствовать вас в гости на нашей кубанской земле. Вместе с Надеждой Бабкиной, святы к мемориалу памяти павших казаков возложили глава Новороссийска Андрей Кравченко и мэр Анапы Василий Швец. Участникам праздника бойцы специального учебного центра продемонстрировали свои навыки. На сегодняшний день здесь разбито на секции, на направления, то есть от управления военной техникой, управления без пилотными летательными аппаратами, отеческая медицина, огневая подготовка, ну и так далее. Минно-взрывное дело проводится специалистами-инструкторами высочайшего класса, которые прошли не одну горячую точку, которые имеют реальный боевой опыт и занимаются с казаками-добровольцами. В честь такого праздника его гостям был предложен концерт с участием народных ансаблей и, разумеется, самой Надеждой Бабкиной. В центре Краснодара временно ограничат движение транспорта. Произойдет это в пятницу 30 июня. Ограничения связаны с проведением Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». На нем выступят народная артистка страны Надежда Бабкина и московский государственный ансамбль «Русская песня». С 6 утра и до окончания мероприятия перекроют участки улиц на Красной от Постовой до Советской и улицу Советскую от Красноармейской до Красной. Освобождать от транспорта улицы начнут 29 июня с 22.00. Стоянки автотранспорта для гостей и участников фестиваля организуют 30 июня по улице имени Пушкина от Рашпилевской до Красной с 6.00 и до завершения мероприятия. Движение по Яблановскому мосту открыли 10 дней назад. Пока, правда, он работает не в полную силу. Автомобилистам доступны лишь две полосы из четырех. Поэтому заторы еще есть. Строительные работы продолжаются. Широкие дороги обустроят не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Как обстоят дела сейчас с движением на мосту, узнала Дарья Безинская. Уже больше недели работают две первые полосы нового Яблановского моста. Мы приехали разведать обстановку. Успели уже по нему и проехать в так называемый утренний час пик. То самое время, когда жители Яблановского и других населенных пунктов Адыгея устремляются в Краснодар на работу. В целом на самом мосту движение идет бодро. В конце концов скорость зависит и от качества асфальта, например. Но все же можно заметить на въезде на сам мост небольшой затор. Это объясняется тем, что здесь образуется такое бутылочное горлышко. Явление довольно частое на многих дорогах. Но в целом движение идет, никто долго не стоит. И мы еще поинтересовались мнением автомобилистов насчет нового моста. Сейчас мы где-то минут 25 едем, только в пробке. Часто ездите по Яблановскому мосту? Нет, не часто. Первый раз за полгода, наверное. Хотелось бы, конечно, уже в полную мощь, чтобы мост заработал побыстрее. Каждый день туда-обратно, утром-вечером уже 20 лет. Ну, конечно, красивый, ничего не скажешь. Ну, хочется, конечно, уже, чтобы уже 4 полосы открыли и меньше стоять в пробке. Плюс неудобства может доставить и строительная техника. Периодически для ее прохождения перекрывают и эту половину моста, которая сейчас работает. Все это необходимо просто потому, что продолжаются работы. Переустраивают подъезды ко второй половине нового Яблановского моста. Но в полную силу его обещают запустить уже в следующем году. По всей Кубани начнут действовать рабочие группы с участием местных органов власти, правоохранителей и производителей винодельческой отрасли по выявлению контрафактного алкоголя. Это решение озвучил губернатор на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Пенемин Кондратьев отметил, что край – главный курортный и винодельческий регион страны. Потому от эффективности работы в этом направлении зависит здоровье и жизнь миллионов людей, жителей и отдыхающих. Если мы создадим сегодня такие рабочие группы, в том числе представителями бизнеса, которые занимаются производством алкогольной продукции и винодельческого бизнеса, и они нам сами покажут на прилавках любых магазинов, где находится та продукция, которая имеет внешне приличный вид, с документами, а на самом деле внутри непонятно что. Можем мы в этом случае провести экспертизу, и если экспертиза показывает, что внутри, по большому счету, суррогат, снять с продажи всю партию? Мы можем по согласованию с прокуратурой отобрать эту продукцию, направить в лабораторию и установить ее в состав. Не только качество, но и состав вообще, из чего она состоит. Коллеги, тогда вот с сегодняшним протоколом мы создаем такие рабочие группы в каждом муниципальном образовании. И начинаем вот эти вот рейды. Главами Александра Чарупеля взаимодействия на Латте, еще раз подчеркиваю, коллеги, вот нетерпимость, она должна в целом создана быть на территории всего края. Начиная от самых маленьких поселений, а заканчивая, конечно, краевой столицей. Но нетерпимость. А равнодушие, безразличие, оно позволяет этим дельцам реализовать вот эту самую алкогольную продукцию, о которой мы сегодня говорим. И контрафакт, и фарсификат, да откровенный суррогат. Возьмите в рамках системной работы, подчеркиваю, системной работы, Александр Александрович, и начинайте просто в рамках системного подхода смотреть, что за продукция. В том числе винодельческая, в первую очередь, продается на полках наших магазинов. И если я еще раз подчеркиваю, она внешне благополучная бутылочка, а еще и с документами. А внутри там непонятно что, только экспертиза, и они это поймут, они профессионалы. И снимаем всю партию сферизации. Просто снимаем и не церемонимся. Потому что цена вопроса здоровья жизни людей. В данном случае и жители края отдыхающих. И не церемонимся, коллеги. А те, кто поставляет нам такую продукцию, внешне красивую бутылку, еще и с документами, а внутри непонятно что, мы должны знать, что суррогат у нас даже в красивой упаковке не пройдет. Но не пройдет. И в Краснодарском крае его продавать не будут. Не будут. Ни за какие деньги. С начала этого года на Кубани выявили 95 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкоголя. Было изъято более 400 тысяч литров контрафакта. Также важно не допускать в край ввозы нелегальной продукции из других регионов. Венимин Кондратьев обратился к правоохранителям с просьбой нарастить контроль на постах ГИБДД. Кроме того, губернатор поручил наладить взаимодействие между муниципалитетами, силовыми структурами и ответственными ведомствами, чтобы объединить усилия в борьбе за качественную продукцию и здоровую конкуренцию кубанских производителей алкогольных напитков. Продолжаем выпуск. Более 400 надписей закрасили в Краснодаре в ходе акции «Чистый город без наркотиков». На борьбу с нелегальными граффити вышли пять групп. Это волонтеры, представители администрации города и молодежной политики. Борьба с нелегальными граффити ведется на постоянной основе. Бригады с краской и валиками работают еженедельно. Запретные надписи можно встретить на остановках, павильонах, домах, а также большое количество на поверхностях гаражных кооперативов. От хорошей жизни, наверное, дети ищут такие приключения, где еще бы скрыться от каких-то бед, депрессии, как сейчас многие любят говорить модное слово. Так это вот гаражи, заброшки. И мне кажется, вот этим и пользуются такие люди, которые красят. И если с этим бороться, мы потеряем поколение подрастающее. Такая реклама нацелена как раз-таки на молодежь, таких как мы. И так как мы являемся будущим страны, надо пресекать подобные надписи, чтобы молодежь меньше знала о наркотиках. Внести вклад в здоровое будущее страны может каждый. Достаточно лишь следить за внешним видом своего имущества. Выбор за тобой. В Чистяковской роще, краевой столице, прошел 14-й фестиваль с одноименным названием. Приурочили его ко дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. На одной площадке собрали учеников средней школы. Для них устроили увлекательные спортивные эстафеты. Моя коллега Лилия Пасмурова также побывала на городской акции. Все подробности у нее в сюжете. Для этих ребят утро началось более чем активно. 300 учеников из 30 школ Краснодара собрались на одной площадке. Здесь можно было найти занятия по интересам. Поиграть в футбол, попробовать свои силы метания мяча, плетение браслетов, рисовании. А также в ловкости и смекалке, эстафета на время и логику. Такой вид деятельности ребятам пришелся по душе. Ведь в условиях здоровой конкуренции каждая из команд стремилась выполнить задания быстрее остальных. Ребята будут проходить по станциям. Это будут разные станции. И туризм, ГТО, шахматы, интеллектуальная станция. И самый главный формат, самая главная концепция этого праздника – показать ребятам, что здоровый образ жизни – это здорово, это замечательно, это стиль жизни. И его, именно этот стиль жизни, здорового образа жизни нужно поддерживать подрастающему поколению. Поэтому для школьников создали четыре интерактивных стенда – спорт, творчество, туризм и наука. На каждой из точек школьникам рассказывали о дисциплине и предлагали увлекательные задания – собрать головоломку, создать логотип Краснодара. Каждый из участников программы нашел что-то интересное для себя. Катание на велике, тир, большая дженера. Я считаю, что это очень полезно, потому что мы будем делать разные активности, и это помогает здоровью и дает нам провести время со сверстом. Ученица девятого класса и двадцать пятой гимназии Варвара Устинова уверена, что школьникам важно приобщать к спорту и рассказывать им о привычках здорового образа жизни. Участвует в акции с девушкой, потому что считает, это хорошая возможность узнать много нового. Все могут познакомиться друг с другом, обменяться опытом, рассказать свои какие-то истории, еще что-то. Но это новое общение и новый опыт для того, чтобы дальше продвигаться в этой сфере и также придерживаться здорового образа жизни. В конце соревнований школьникам вручили благодарственные письма за участие в городской акции. Сегодня подрастающее поколение особенно нуждается в правильных примерах для подражания. Лилия Пасмурова, телекомпания «Краснодар». В Краснодаре пройдет фестиваль документальных фильмов «Арти Док» под названием «Время героев». Об этом рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Кинопоказ откроют 12 июля картиной военного документалиста Клима Поплавского. У зрителей также будет возможность посмотреть 15 уникальных кинолен. Среди них и первая часть фильма «Военкоры» о работе российских журналистов на передовой СВО и работы кубанских авторов. Один из фильмов, это, собственно, когда мы были на войне вашего телеканала «НТРК Краснодар». Очень хороший фильм. И снял его ваш сотрудник. Евгений Кадеевский. Да, сейчас, насколько я понимаю, на фронте. Или часто там бывает с позывным «Редактор». Очень хороший фильм о ребятах из батальона «Барс-16». У меня, кстати, там в «Барсе» как раз в 16-м мой брат родной добровольцем служит. У нас на фестивале будет много именно героев, то есть тех ребят, которые там, на фронте, которые нас защищают. На протяжении трех дней в рамках фестиваля представят не только премьерные картины, но и работы региональных и зарубежных авторов. Участников ждут мастер-классы, лекции, круглые столы, а также встречи с авторами и героями документальных фильмов. Подробнее о программе фестиваля его участников и осмыслении документального кино уже скоро в интервью с Екатериной Яковлевой на нашем телеканале. В продолжении темы образования. 50 талантливых учащихся учреждений культуры Кубани получили премии администрации Краснодарского края. В историческом парке «Россия. Моя история» чествовали лауреатов престижных конкурсов, выставок и фестивалей, а также тех, кто отличился успехами в учебе. Это и выпускники детских музыкальных школ, колледжей и училищ. Я планирую в дальнейшем обучаться в высших учебных учреждениях, связанных с театральным творчеством. Я еще с детства понимал, что я буду творческим человеком. На сцене я живу. И этим все сказано. Я участвую в различных сертифических международных конкурсах и в будущем планирую дальше продолжать развиваться в этом направлении. Для меня музыка – это то, ради чего нужно жить. На церемонии с ребятами сегодня те, кто всегда поддерживал их и был рядом – родители и педагоги. С приветственным словом к юным артистам обратилась министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Пока у нас такие талантливые, патриотичные, нравственные дети, у нас все в нашей стране будет хорошо. Потому что наш президент сегодня, Владимир Путин, делает все, чтобы сохранить мир, и чтобы наши ребята жили под мирным, счастливым небом и могли заниматься своим любимым творчеством. Нам с вами повезло, потому что Краснодарский край – это очень перспективный регион. Те субсидии, в том объеме, в котором сегодня выделяются на отрасль культуры. Спасибо большое руководству края за то, что они так относятся хорошо к нашим одаренным талантливым детям. Отмечу, премия администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов учреждена постановлением губернатора Краснодарского края в 2016 году. Общий фонд премии – 750 тысяч рублей. Игролет – фестиваль дворовых игр с таким названием прошел в Краснодаре. Организаторы поставили перед собой задачу показать детям любыми развлечениями их родителей. Казаки-разбойники, резиночки, вышибалы и многое другое. Эти игры хорошо известны поколению 90-х и совсем не знакомы с современным детям. С помощью сообщества «Мама работает», которое специализируется на поддержке и адаптации матерей после декрета, в городском саду создали 17 игровых площадок, которые посетили более 150 детей. Принять участие в развлечениях удалось не только ребятам, но и их родителям. В детстве прыгали на переменах, во дворе прыгали. Был первый уровень, второй, третий. В общем, это такая игра, которая нас заводила часов, наверное, на пять. И когда ко мне подходили мамы с детьми, первое, что они говорили – дайте вспомнить. Это очень радует. Они тоже прыгали в резиночки. Сейчас дети прыгают в резиночки. Так что прыгайте в резиночки. В организации фестиваля «Игролед» приняли участие более 30 человек. Среди них волонтеры, игротехники и депутаты городской думы Краснодара. В будущем сообщество «Мама работает» планирует проводить такую акцию несколько раз в год, используя разные городские площадки. Тысячи абитуриентов уже определились с будущей профессией и подали документы в Кубанский государственный аграрный университет. Приемная комиссия отмечает, что в этом году высокий спрос на агробиологический блок, на специальности, связанные с генетикой и селекцией, биотехнологией и пищевым производством. Также вырос интерес к профессиям, связанным с ветеринарией. Новшества ждут и абитуриентов, поступающих на факультет гидромиллиорации. В этом году ввели новую программу «Управление природно-техногенными комплексами и проектами». Каждый раз перед открытием новой образовательной программы происходит форсайт-сессия, встреча с представителями бизнеса. Работодатели дают обратный ответ о том, что нужно сейчас рынку кадров, кто востребован будет. И мы стараемся давать отклик на этот запрос и открывать те профессии, те направления, которые будут востребованы в дальнейшем. Подать документы сегодня можно сразу в несколько вузов, почтой, через личный кабинет, на сайт университета с помощью госуслуг и придя с пакетом документов в приемную комиссию. Выбрать учебное заведение по душе многим помогает личное знакомство с учреждением. Когда выбор дошел университета, то в первую очередь, конечно, обращал внимание на внешний вид университета, то какая там все-таки база информационная. Поэтому выбор мой пал окончательно на Кубанском государственном аграрном университете. Для меня вуз стал какой-то частичкой, может быть, души, потому что это как отдельный городок, как отдельное государство, и я очень рада, что все-таки поступила сюда. Можно работать и учиться. То есть преподаватели не душат чем-то особым таким, они лояльно относятся к тому, если ты работаешь, все, ты хорош, мы тебе поможем с этим. Также здесь есть внутренние проекты, я в них тоже участвовал, и это тоже позволяет заработать себе плюшки, и на экзамене становится легче. Кубанский государственный аграрный университет имеет столетнюю историю. Студенты постоянно участвуют в олимпиадах, хакатонах, фестивалях, спортивных чемпионатах. Многие выпускники университета стали видными общественными деятелями. Среди специалистов и руководителей, работающих в ОПК края, более 80% бывшие абитуриенты аграрного университета. К другим темам. Национальные блюда, песни и танцы разных народов мира. В Краснодаре прошел фестиваль сербской культуры и кухни «Бидавдан». Это один из главных национальных праздников у сербов. Проводят его в память о подвиге воинов на Косовом поле. Все желающие могли отведать блюда сербской кухни и насладиться концертом. Подробнее о том, как это было, расскажет моя коллега. В таком формате и на этой площадке фестиваль сербской культуры и кухни проводится впервые. Горожане, гости собрались в парке «30-летие Победы», чтобы познакомиться с традициями, обычаями сербского народа. Предметы быта, декоративно-прикладного творчества и кулинарные шедевры привлекали внимание гостей и участников фестиваля. Здесь у нас представлена традициональная сербская кухня, то есть одна небольшая часть этой кухни. Это у нас здесь фасоль, запеченная в духовке с колбаской. Также у нас голубцы. И здесь у нас бургеры, так называемые сербские плесковицы. Это всего лишь небольшая часть сербской традициональной кухни. Миляна Вукас живет в Краснодаре. Девушка говорит, что такие праздники возвращают ее на историческую родину, а еще позволяют жителям краевой столицы познакомиться с сербской культурой. Я серб, и, если честно, такой праздник, когда напоминает мою страну, это очень приятно. И когда показывают наши национальные традиционные обычаи, это тоже очень приятно. И то, что многих славянских народов соединят в один большой праздник, это тоже очень приятно. Фестиваль сербской культуры объединил разные народы, проживающие на территории Кубани. Диана Аполли, хореограф греческого ансамбля, вместе с группой «Ромеосиния» уже пять лет выступает в Краснодаре. И говорит, что греческая и сербская культуры тесно связаны между собой. Мы греческая национальная культурная автономия «Ромеосиния», греческий ансамбль. Мы сегодня будем выступать с танцем «Хасапико». Это танец центральной Греции, он очень популярен в Греции. Элементы костюмов, элементы движений, элементы взятия рук за пояса, как это есть у сербов. То есть мы тесно связаны достаточно с этим народом, культура помешана и в традициях, и в костюмах, в движениях. А вот в репертуаре краснодарского музыканта Сергея Дейка песни на 17 языках. На празднике он исполнил четыре национальные сербские песни. Что касается сербской темы, да, много песен переслушал и чувствую, что мое. И поэтому беру репертуар и занимаюсь обязательно с представителями той или иной национальности, которые мне помогают с произношением, с переводом, чтобы мне было не стыдно. Фестиваль сербской культуры проводился в Краснодаре впервые. Но, как отметили организаторы, теперь он станет ежегодным и позволит жителям Краснодара ближе познакомиться с сербской культурой. Анастасия Степанова, Елизавета Арамян, телекомпания «Краснодар». Весь мир – театр. В нем стулья, что первый, что восьмой и что двенадцатый – актеры. Но лишь один из них играет роль. Комедии «12 стульев» Ильфа и Петрова завершился 103-й сезон Краснодарского академического театра драмы. О том, каким он был и чем удивил, расскажет Таделина Серенович. Насыщенный, активный и успешный – именно таким стал сезон 2022-23 для Академического театра драмы. Подтверждает это цифры. Сыграли 295 спектаклей, выпустили 8 премьер. Классических и современных для взрослых и для детей. Мы довольно часто здесь бываем. Нам очень нравятся постановки. Есть с чем сравнить. Даже со столичным театром, с питерским. Наш довольно достойно выступает в виде в плане актерского мастерства и в плане художественной декорации. Декорации всегда поражают своим масштабом. А для того, чтобы картинка на сцене выглядела выигрышно, в этом сезоне обновили большой зал. Комфорт оценили зрители, которых в этом году за театральный сезон было более 14 тысяч. Театр это люди, это команда, это те специалисты, те служители театра. И наша замечательная труппа, которая день от дня делает все для того, чтобы ваше пребывание в театре, наш дорогой зритель, было максимально интересным, было максимально насыщенным. Самое главное, приятным для вас и для нас. Огромная благодарность вам, наши дорогие зрители, за то, что вы верите в нас. Приходите к нам в театр. И сегодня заполняемый зрительного зала говорит о том, что наш театр невероятно интересен и имеет своих ярких почитателей. В этом году Академический театр драмы провел 68 мероприятий. Стал основной площадкой фестиваля «Кубань театральная», приняв 16 творческих коллективов. Спектакли вошли в лонг-лист, премии «Золотая маска», а закрылась сезон комедия в трех действиях «12 стульев». Мы, конечно, благодарны зрителю, что он был все-все-все это время с нами. И надеемся, что в следующем сезоне вы тоже будете с нами. Так что до новых встреч в новом сезоне. Ждем вас в 104-м театральном сезоне. Новый театральный сезон откроется 15 сентября. Премьера спектакля «Беспреданница». Аделина Сереновича, Алена Аберемко, телекомпания «Краснодар». И в завершении выпуска. В Краснодаре откроется выставка работ заслуженного художника России Сергея Воржева. Экспозиция, посвященная памяти одного из самых известных творческих деятелей Кубани, заработает в музее имени Коваленко. Посетители увидят около ста произведений живописи и графики. Картины художника посвящены родной Кубани, быту казаков, истории Екатеринодара, а также древнегреческим мифов. Сергей Воржев скончался в мае этого года, ему было 73 года. Его работы хранятся не только в собрании кубанских музеев, но и в частных коллекциях по всему миру. Посетить выставку памяти Сергея Воржева можно с 30 июня по 30 июля. А молодежь от 14 до 22 лет может купить билет по Пушкинской карте. На этом все новости на сегодня. Больше читайте в нашем телеграм-канале. Увидимся в эфире и до встречи.